Власти выделили 260 миллионов рублей на игру о смутном времени. Власти выделили так-так-так-так, Грант направили Оно и Ри, который занимается укреплением духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Уже звучит как замечательная игра. Кстати, говорится, что власти выделили Грант, студия однодневки, в размере 260 миллионов рублей на создание игры по мотивам смутного времени. Данный материал оказался полон неточностей и является одним сплошным кликбейтом в погоне за сенсацией, та же подачей у корнирового коммерсанта. Преисполнившись праведного гнева, мы обратились к запросам к институту развития интернета с посылом о том, что вся эта история выглядит сомнительно. Концептанты игры выявляются бездарными и безвкусными, на выходе нас ждет в лучшем случае дурная поделка, а в худшем ничего и распил Гранта. Окей. Однако стоит отметить, что пресс-служба Ирия оказалась очень дружелюбно настроена к активным гражданам и представитель института любезно ответил на все ваши вопросы. Спасибо за обратную связь. Отметим, что деньги компании выделяются в рамках поста платы по факту произведенного продукта. То есть производитель за свой счет создает продукт, потом затраты компенсируются, если подрядчик выполнит все условия договора. Надо понимать, что в настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки и все текли ее старые концепты. То есть здесь можно наглядно увидеть, что ни о каком Гранте речь не идет и зарезервировали денежную сумму для частичного покрытия затрат разработчиков при достойном завершении проекта. Грант же выделяется авансом на реализацию любого проекта и конечный результат не всегда оценивается заказчиком. То есть все-таки есть какой-то аванс в любом случае. Если сдается продукт плохого качества, то он переделывается. Таким образом, можно констатировать, что речи о распиле денежных средств нет или делает осторожные шаги в деле поощрения развития отечественной медиа индустрии, а наши бравые журналисты сразу вылили помои на данную инициативу. Это наш первый опыт работы с большими игровыми проектами. Мы заинтересованы, чтобы он был надлежащего качества. Мы все понимаем, что это не будет проект уровня Ведьмака, но тем не менее. Стоит отметить, что в Сайберии и Лимитед отметили, что речь идет о создании проекта AA класса, то есть проекта со средним бюджетом. Вы намерены развивать данное направление и поддерживать развитие русских игроделов и далее. Вообще, по игровому направлению довольно большие планы. Будем надеяться, что они будут реализованы, так как мы работаем в рамках постоплаты. Это накладывает определенные ограничения. У студии должны быть деньги на первый этап производства. Надеемся, что эти ограничения будут сняты и будет система авансирования. Тогда будет и больше проектов, и больше участников. То есть, типа, если они игру сделают, то получат 260 лямов как компенсацию. Ну и, типа, если это будет проект надлежащего качества. Но учитывая, что проект на ранней стадии... Хрен его знает, что из этого выйдет. В общем и целом, и как бы... Ну, будем ждать, смотреть, что будет происходить с этими разработчиками. У Ирии есть неплохие сериалы. Мне очень понравилось то, что... Уже появилась новость то, что... Первый канал ИОКа снимут сериал по игре Смута. Напоминаю, что... Игра, она на ранней стадии разработки. Авторы планируют уже свою метавселенную. Когда ты слышишь метавселенную, ты понимаешь, что... Ты... 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 ты наступил в говно. Вот. Но сериалы и игра должны выйти примерно в одно и то же время. Игра на ранней стадии разработки. Еще ни о каких сроках не может идти и речь. Но они уже планируют, что игра выйдет в конце 2023-го, начале 2024-го года. Это ранняя стадия разработки. То есть за год они должны сделать игру. Ну ладно, не за год, а за полтора года. Ну хрен его знает, гэс. Типа хрен его знает. Это... это... это странная фигня абсолютно. Очень-очень-очень странно. Очень странно. Они хоть что-то делали до этого? Не. Говорят, что студия однодневка. Но пока что нет никакой информации. На самом деле, насчет личных данных, я конкретно не люблю Китай. В плане, я ему не доверяю. Лучше пусть какой-нибудь Сойжак из Гугла собирает мои данные, чем китайцы. Китайцам я не доверяю. Вот да, у них ноль игр. Игра на стадии разработки. Они в 2023-м хотят выпустить. Ну говорят, что может быть в начале 2024-го, чел. Ты что, ты что русофоб, ты не веришь в наших разработчиков? Они никогда до этого не делали игры, но вот сейчас как сделают, и вообще охуеешь, у тебя шапка слетит, чел. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку грека цап. Раз, 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 все. Начинаем. Вы могли заметить, что несколько недель назад по Рунету расфорсилась новость о том, что государство выделило 260 миллионов рублей на некую околоисторическую игру по мотивам смутного времени и русско-польской войны. Игра, по словам разработчиков, масштаба AA с референсом на такие игры, как Ведьмак 3 и Assassin's Creed. И все бы ничего, если бы не несколько небольших таких нюансов. Деньги на игру выделили известной на всю Россию студии Siberia Limited. Настолько известной, что все впервые услышали о ее существовании уже после выхода данной новости. Помимо всего этого, в сеть попал пич игры от 2020-го года, с которого всех, в том числе и меня на стриме, очень быстро разъебало. Вы видите, это хуйню? Это что, блядь, такое? Вполне закономерно, что все это вызвало бучу. Все задавались вопросами, почему, как и за что каким-то бестарям, которые за все существование студии не сделали ни одной игры, а на сайте которых красуются просто шедевральные концепт-арты... Ну, ну это... это уровень, это уровень. Вот почему этим людям дали деньги? Я, естественно, не мог не обратить внимание на данный инфоповод, но не спешил снимать об этом видео. Я решил тактично выждать. Что об этом скажут другие блогеры, журналисты? Будут ли какие-то комментарии от студии или государства, которое выделило средства? И не пожалел. Я очень рад, что отложил рассмотрение данной ситуации и подошел к этому с более холодной головой и большим запасом времени. Всем привет, чуваки. И сегодня мы поговорим о том, что это за игра про смуту такая. Разберемся в том, почему поддержку оказали именно новосибирской ноу-нейм-студии Siberia Limited. А также узнаем, как из неплохой инициативы ради громкого заголовка журналистами был раздут скандал о очередном распиле государственных денег. Я Харухисус, и мы начинаем. Этот чел тебя на стримах хейтит негативный. Бля, короче, с этим челом очень интересная ситуация. Он мне как-то... Когда-то он меня смотрел, типа, скидывал мне там, типа, свои фотки в костюме Астольфа. Я, короче, просто игнорил. А второй раз я о нем услышал, когда была вся эта история с Азедом, по-моему, то ли в начале этого года, то ли в конце прошлого. Он там подпездывал очень сильно этому Азеду, с ним на стримах сидел. Вот. Потом он мне тоже что-то в ЛС писал, я не помню, о чем-то мы с ним общались. И... Я вообще в душе необычим он там занимается, но вроде качество видео у него реально выросло. Знаем. Я уже прекрасно вижу вашу реакцию на мое вступление. Очень легко подумать, что я тут пришел защищать Сайберию Лимит от государства, которое якобы дало им деньги, но это не так. Охладите свое траханье и дайте мне немного времени на то, чтобы все объяснить. Сразу стоит сказать, что мне, как и большинству из вас, пиздец как не нравится идея доверить государственные деньги на разработку игры людям, которые за время существования студии не сделали ни одной игры. Тот пич проекта, который был слит в сеть, это полнейший пиздец, и любой здравомыслящий человек, увидев это, должен развернуться на 180 градусов и бежать куда подальше. И уж тем более не давать ни рубля на разработку чего-то подобного. Мы смотрели эту хуйню на стриме, и очко у меня сгорало каждый раз от каждой новой страницы. Как это плохо! Очень презентабельно, как я... Как это плохо! Я не хочу уделять разбору питча много времени в этом видео, потому что разобрали его и обсмеяли уже все, кому было не лень. Я хочу лишь сейчас указать на деталь, которая полностью объясняет такую всратость. На странице, где рассказывается о команде смуты, указаны потрясающие люди, которые... Не, я сегодня пива не пью, чел, сегодня трезвый день. ...выходцами из Алавара и Гейм Инсайта. Не знаете, что это? Я расскажу, мне не сложно. Алавар это студия, которая занимается производством всратых, однотипных, несложных игр по типу веселой фермы, всяких поисков предметов, три вряд и так далее. В общем, тем самым шлаком, которым забит под завязку лаунчер от Mail.ru. Возможно, есть те, кто, как и я, в детстве играл в Масяню под желтым прессом и игры про снежка. Так вот, это сделали именно Алавар. Гейм Инсайт это примерно то же самое, только занимаются они мобилками. И, очевидно, это те компании, работой, в которых стоит стыдиться и уж тем более не упоминать, блять, в своем резюме, когда ты собираешься заниматься разработкой какого-то маломальски серьезного дабл-эй проекта с референсом на Ведьмака и Ассасина, блять. Но они это вряд ли осознают, потому что после ухода из одной студии, где занимаются разработки всратых игр, они пришли в ту, где занимаются тем же самым, только на аутсорсе. В студии работает всего 5 человек, их офис находится в каком-то, судя по всему, жилом доме, а на их сайте и группе размещены работы по качеству напоминающей рисунки пятилетнего ребенка. Зацените, кстати, эту всратую копию Демон Хантера из World of Warcraft'а. Знаете, выходит постоянно куча китайских мобилок, в которых используются клоны всяких известных персонажей. Так вот, Siberia Limited, походу, примерно для таких игр и делают работы. Понятно, почему Питч Смута такой убогий и смешной. Его разработкой занимаются люди, которые ничегошеньки не понимают не то, что в современном геймдеве. Они и в самих играх-то мало разбираются. Я глубоко осуждаю какую-то финансовую поддержку данных личностей вообще в любом виде и уж тем более от государства. Просто по той причине, что они позорят своим существованием российский геймдев и средства, потраченные на них, можно было потратить на более достойных людей. Мартёшку, Айсфик Лодж, Мундфиш. Я очень надеюсь, что вы уяснили мое отношение к Siberia Limited и идее давать им деньги. И не найдется идиота, который пойдет писать в комментах о том, что я их защищаю. Хотя кого я обманываю, конечно же найдется. Вернемся к моему вступлению. Я сказал, что очень рад, что повременился всем этим, так как все те, кто стараясь ухватиться за громкий инфоповод, то ли по незнанию, то ли намеренно попались на кликбейт и дезинформацию. Все, абсолютно все, начали под копирку пересказывать друг друга, порождая еще большую дезинфу. Выделили 260 миллионов, пич говно, деньги скорее всего попилят. И никто, абсолютно никто не задался такими вопросами, как в рамках какой программы осуществляется поддержка, какие условия этой поддержки, что будет, если студия обосрется и выпустит хуету? Да не, зачем заниматься всей этой нележной чепухой, проверять информацию и так далее? Если можно взять, захуячить громкий заголовок, рассказать, как все плохо, какое правительство плохое, все идиоты и так далее, я не буду строить из себя святого. Прямо сейчас вы могли от меня смотреть точно такое же видео с точно таким же посылом. Я точно такой же дурак, который не захотел разбираться и меня спасла, по сути, только случайность, в самый последний момент. Из-за чего мне пришлось полностью переписывать сценарий и перезаписывать видео. Простите те, кто его в среду ждал. И вам уже, наверное, не терпится спросить меня, так что, Харухи, нет никаких грантов? Никому не давали 260 миллионов? Вы в интернете пишут в раке? На что я вам отвечу? Да, никому не дали 260 миллионов. И уж тем более никаких грантов не было. По крайней мере, на момент 15 июня 2022 года точно. Давайте по порядку. Все началось со статьи коммерсанта, где впервые, собственно, люди и услышали про смуту. Заголовок. Государство поддержит смуту. Оно, Институт развития интернета, выделило Новосибирской студии 260 миллионов рублей. Можно останавливаться, потому что с этой строчки проблемы, как мне кажется, и начались. Потому что простые люди под выделить понимают все предельно просто. Есть государство, есть какая-то компания, и государство этой компании дает деньги. Конец. И обычных людей тут даже не в чем обвинить. Не все обязаны разбираться в том, как работает госфинансирование, и уж тем более, как работает финансирование в рамках определенной программы. Тут я осуждаю журналистов, которые, как это очень часто бывает, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, углубиться в вопрос, просто начали списывать друг у друга, иногда добавляя что-то от себя. Давайте теперь я расскажу о том, как происходит финансирование смуты, и почему тут все далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Поддержкой занимается Оно, Институт развития интернета. Для удобства будем называть это ИРИ. ИРИ в этом году организовала конкурс на создание национального контента в цифровой среде, целью которого стала поддержка определенных проектов, в том числе и разработку игр. И как работает финансовая поддержка в рамках этого конкурса, узнать не особо трудно. Нужно всего лишь зайти на сайт и кликнуть во вкладку «Вопрос-ответ». Находим соответствующий вопрос, какие возможности финансирования предоставляет Оно ИРИ. Ну вот в ИРИ написали, ну по крайней мере я не знаю, насколько достоверная статья, которую мне скинули. Они написали в ИРИ и те сказали, что мы им ничего не заплатили. Типа что оплата по результату. Тебя просто дают деньги и ты используя их что-то делаешь. Есть и поэтапное, когда ты занимаешься проектом на свои собственные деньги, а по окончанию показываешь отчетность заказчику. И он уже только потом возмещает твои расходы. И угадайте что? Смута как раз таки финансируется поэтапным способом. Почему же я так в этом уверен? Может это все-таки авансирование? Все так же просто. Переходим во вкладку «Контакты» и видим, что у них так-то есть пресс-центр, в который может обратиться абсолютно каждый. Видимо все могут обратиться кроме СМИ, потому что никто, абсолютно никто этого не сделал. Причем хочется отметить еще и то, что сам институт развития интернета поступил крайне тупо, потому что никак не комментировал данные новости и в принципе ввел себя достаточно закрыто. То, что я вам сейчас покажу, можно было самостоятельно где-то написать в качестве пресс-релиза и хотя бы попытаться опровергнуть. Я не знаю, почему их финансируют, типа, ребята без единой игры. Я понимаю, когда начинается финансирование, когда они предоставляют непосредственно. То есть тут говорят, что на ранней стадии производства. Я бы рассудил так, что финансировать игру стоит, когда у тебя есть непосредственно вот приходят люди с вертикальным срезом игры. Да, что вот смотрите, у нас тут человечек бегает, тут вот можно вот это будет делать, вот это, вот это. А тут такое ощущение, что просто челы пришли такие, можно финансировать, потому что там конкурс какой-то был, да, то есть, возможно, они что-то реально показывали, вот это бы увидеть, а не всратые концепт-арты. Вот, но тут написано, что поэтапное финансирование, то есть, по идее, возможно, эти 260 миллионов выделяются на каких-то этапах разработки, типа, вот у вас есть там вот это вот, окей, мы вам заплатим там, вот, мы видим, что вы работаете, вот вам 10 миллионов. Ну, во-первых, игра, ну, я, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что эта игра вообще ни хрена, хотя, может, я в миллионах долларов думаю. Да, наверное, в миллионах долларов думаю. Но, типа, там 5 человек, 260 лямов. Что они могут за полтора года сделать? Хуй его знает, если честно. Вот, при этом сайт уже удален, группа ВКонтакте удалена, что с этим будет дальше, хрен его знает, но выглядит все это максимально подозрительно. То есть, у меня есть теория о том, что, возможно, возможно, выделили какие-то деньги изначально, там, по результату какой-то работы, и эти челы просто исчезли. Хотя, странно, там, скорее всего, много гарантов. Ну, короче, блядь, история мутная, пиздец. ...часть слухов и дезинформации. По крайней мере, это было бы намного лучше, чем просто... А, не стишок прочитали и выиграли... Мне интересно посмотреть на других претендентов в этом конкурсе. ...сидеться с Атьху и тихо наблюдать за всем этим. Ладно, вот как вы думаете, кто победит? Люди с образованием журналиста, работающие в стрел... Зашел на страницу Ири в ВК, там пишут, что игра разрабатывается два года и скоро покажут геймплей. Вот, вообще неподозрительно. С другой стороны, те челы, которые писали в Ири, им, Ири, ответили, что игра на ранней стадии разработки. Так что из этого? Два года, это пока что... Это не раннее, это вот, ну, прям вот непосредственно самая жесткая стадия... Ладно, неважно. Их профинансировали, скорее всего, потому что они оказались самыми адекватными по сравнению с остальными челиками. А теперь представьте, какими уёбичными были другие микро-челики. Или админ пабрика ВКонтакте под названием Россия... ХЗ! Консерватизм. ХЗ! Ну, один балл уже в кармане у второго, потому что он смог выполнить такую непосильную задачу, как написать в пресс-центр. А журналисты нет. Ссылку на оригинальный лонгрид оставлю в описании. Если вы скажете, что «Ууу, паблик сомнительный, это фейк, наверное», то, пожалуйста, контакты пресс-центра в свободном доступе. Попросите несомнительные сни связаться с представителями и задать те же вопросы. Вперёд. Короче, админ сгорел из-за того, что РБК написали, что «Сайберия Лимит» отдали целый грант и пошёл писать с возмущениями к представителю Ири. Далее я процитирую ответ. Добрый день, спасибо за обратную связь. Отметим, что деньги компании выделяются в рамках постоплаты по факту произведённого продукта. То есть производитель за свой счёт создаёт продукт, потом задраты компенсируются, если подрядчик выполняет все условия договора. Всё, твёрдо и чётко. «Сайберия» сейчас занимается смутой на свои собственные сбережения. Конечно, хуй знает, откуда у них сейчас деньги, но есть факт. Никому никаких денег никто ещё не дал. И пока проект не будет закончен, не даст. И то есть вероятность, что «Сайберия» жидко обделается и... Кто выгодополучатель в этом проекте? Знаешь, это то, что меня больше всего волнует, потому что там было написано то, что это для воспитания каких-то ценностей у молодёжи. А учитывая, что тут, как бы, замешано государство, я... Мне интересно, что это же за ценности-то такие. Ири просто расторгнет контракт. А если всё-таки заплатят, то не факт, что это будет 260 миллионов. Эту цифру сказал неизвестный источник «Коммерсанты», и она может быть просто каким-то грубым примерным подсчётом, потому что точная цифра будет известна только после сдачи проекта. Студия будет показывать отчётности, сколько, куда потратили и так далее. И только если продукт будет... То есть, да, когда игра финансируется государством, мы все знаем фильмы, которые государством финансируются, и мы все знаем, что из этого выходит. ...блежащего качества, то покроются расходы. Ещё раз процентирую, Ири, если сдаётся продукт... В паблик этот заходил, там, наоборот, пишешь, что набор только идёт, и всё на стадии набросков. Это ещё менее подозрительно. Ну, окей, окей, смотрите. Смотрите, прежде чем финансировать какую-нибудь игру, заключать какие-то договорённости, я бы хотел бы хотя бы, может быть, хотя бы Cinematic Trailer. Не, я тоже могу придумать игру. Persona 5, только ты год не в школе, а в российской армии. И там тоже всякие ивенты, люди, с которыми у тебя развиваются отношения и прочее. Это тоже подклеснёт патриотизм, больше людей в армию пойдут. Вот люди в Савёнок Фест ездят после бесконечного лета, а тут люди уже в армию начнут ездить, потому что игра их так вот привлечёт. Я тоже могу такое придумать и сказать, я вот буду делать. Но я же... Вот у меня команда, 5 человек, мы всё это будем делать. Да, закрытая любовная линия с прапором на втором прохождении. Плохого качества, то он переделается. То есть, если всё будет хуёво, то заставят переделать. Если они смогут переделать, расторгнут контракт, и никаких денег они тем более не получат. Может, ещё и штраф заплатят. Я это сейчас не беру всё из себя из головы. Это написано на официальном сайте в документах. Если хотите, я буду за свой телеграм, можете зайти почитать, ссылка в описании. Можно, конечно, врубить старую шарманку и начать... Не, нахуй визуальные новеллы. Я бы хотел, чтобы это была, типа, прям вот как персона. Вообще, финансирование игр, фильмов, спорта и прочего говна не должно происходить из налогов. Затея хуйня и мха. Вот ты злой такой. А помнишь, как я кидал тебе сигну в косплеечек и остальфа? Забыл? Я не забыл, чел. Но тебя... Окей, 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 чел. Во-первых, я тебя не просил ничего скидывать. Во-вторых, как бы, не похуй. Понять, что «У-у-у, Россия, тут всегда всё так плохо делается, сделают, наверное, какое-то говно, а им всё равно деньги дадут, у-у-у-у». Но давайте будем объективными и смотреть на ситуацию здраво. Каким бы хуёво мне был пич, какой бы сомнительной не была вся студия Siberia Limited, денег им пока что никто не дал. Я ещё раз это подмечу, мало ли кто прослушал. Деньги будут выдаваться после сдачи проекта, если он будет надлежащего качества. Некоторые уже сравнивают его с фондом кино, что я считаю пиздец каким неправильным сравнением. У нас сейчас не та ситуация, когда выделяется больше миллиарда на съёмки фильма, а получается по итогу Викинг. У нас та ситуация, когда ни денег не дали, ни конечного продукта нет. Да, есть хуёвый спич, который объективно является посмешищем, но вот Ири пишут. Надо понимать, что в настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки, и в сеть утекли её старые концепты. Да, есть пять сомнительных личностей в штате, на что у Ири тоже есть ответ. Что касается опыта и команды, игру не будут делать пять человек, набирается штат под этот проект. Хоть я и сам сомневаюсь, что по итогу выйдет что-то дельное, но... Бля, где они возьмут бюджет? Может стоит сейчас всё-таки охладить пыл и дождаться конечного результата? Потому что сейчас, по факту, ничего, собственно, плохого и не произошло. Ну, то есть сайт у них закрылся, группа ВКонтакте. Я пойду в полицию и расскажу им, что ты принуждал меня. Покажу, где ты меня трогал. Вот допиздёшься, ага. А мне ведь ещё тогда 18 не было. Чел, ты странный, ты отправлял мне сигну в костюме Астольфа. Сказал, что, типа, даю разрешение на то, чтобы запостить фаблик, но я её не запостил, потому что у тебя там были огромные чёрные брови, блядь. Вот, да. Я так понимаю, что ты меня из-за этого не взлюбил. Но, чел, бляди, нахуй. Деньги ещё никто никому не дал. Если будет хуйня, то обосрать-то всегда успеем. Я только за, вы меня знаете. Но, а вдруг, вдруг, вот чисто гипотетически, возможно, даже не в нашем таймлайне появится что-то неплохое. Возможно, что-то недорогое. Наверное, инди, но всё-таки неплохое. Давайте дождёмся результатов и уже потом дадим оценку. Ещё раз, мне абсолютно похуй на Сайберию. Это всё ещё очень сомнительное место, куда стоило бы направлять финансирование. Цель этого видео развеет слухи и дезинформацию вокруг всей этой истории, из которой СМИ умудрились раздуть большой скандал, из-за которого у огромного количества людей складывается негативное мнение о, по сути, неплохой инициативе спонсировать российский геймдев. Отвечая же на вопрос, почему они дали деньги именно Сайберии, а не, к примеру, ISP Clodge, я дам развернутые ответы, заодно поговорю о реальных проблемах конкурса на финансирование, проводимого институтом развития интернета. И как могло всё-таки выйти так, что предпочтение отдали именно Бестриям из Новосибирска? Вам могло показаться, что я сейчас обрезываю этот институт, этот конкурс, но это далеко не так. Сейчас я вам расскажу о том, почему мне не нравится вся эта затея в её нынешнем исполнении. В чём заключается главная проблема этого проекта, можно понять уже по названию. Конкурс на создание национального... Чел, ты себе очень сильно льстишь. Отъебись, пожалуйста. ...национального контента в цифровой среде. И что важно, игры это лишь одно из направлений, проектом по которым будет осуществляться поддержка. Тут есть ещё СМИ, видеоконтент и так далее. Опускаем глаза ниже и читаем. В конкурсе могут принимать участие проекты, освещающие выдающиеся достижения в области отечественной науки и культуры. Качественные изменения в сферах здравоохранения, образования и туризма, а также широкий спектр возможностей для самореализации и развития. Вместе с тем, основные темы конкурса подчёркивают необходимость защиты суверенитета страны и развития национального самосознания. Звучит как охуенный пич. Понимаете, к чему я? Главная цель и задача тут далеко не в том, чтобы помочь российским разработчикам. Геймдев в данном случае это лишь одна из множества платформ, через которые планируется проталкиваться определённая повесточка. Не остаюсь... Ты же в детстве играл в российские игры, брат 2, обратно в Америку, параграф 37, это ДНЕ. Я в детстве играл в... Фоллауты, Варкрафты, КС-ку, Халф-лайфы... Я в принципе в российские игры очень мало играл. Утверждать, что у них вообще нет никаких планов по поддержке Руги Имдева, но... Они знаете, где-то сбоку. Это второстепенное дело. Ни в документах, ни на сайте нет ни одного слова о том, какой... Не, он не нюдсы кидал, там был чисто косплей Астольфа, типа... Ничего такого. Конечный продукт должен быть по качеству. Зато очень много слов о том, какие ценности он должен продвигать. Направления, герои наших дней, поводы для гордости, качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд, стабильное развитие страны, защита национальных интересов и общественных ценностей. То есть заявки на те проекты, которые не попадают ни под одно из этих направлений, будут просто браковаться. Стоит ли мне говорить очевидное, это очень сильно сковывает творческий потенциал, что просто будет связывать руки с создателем. Представьте, что они софтверы как-то очутились в России и решили бы показать Doom на данном конкурсе. Да их нах... Вроде взрослый мужчина, а ломаешься, как маленькая девочка. А помнишь, как ты заманивал меня в свой подвал в МСК? МБ расскажем подписчикам, почему на самом деле уехал из страны. М? 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 Ой, чел, спасибо за бабки. Хоть просто пошлют, потому что они не продвигают в своей игре нужные идеи. Откуда у меня подвал в МСК? Вот, блядь, откуда, откуда у меня, блядь, в подвал в МСК, чел? Блядь, я же... Сука, я снимал ха... Блядь, ты откуда? Откуда у меня подвал? Если бы я был богатым, у меня был дом, и в нем был подвал. Так того, что было... Блин, я бы хотел дома с подвалом. В подвале холодно, хорошо. Политизация интертеймента всегда очень негативно сказывается на нем самом, и может привести к очень... Вот у ББ, я уверен, есть подвал. ...большому ухудшению продукта. Даже просто из-за того, что креативный директор и сценарист игры не вовремя подружился с определенной женщиной... Кой. И по ее заветам написал историю для игры. Просто охуительную историю. Но даже в таком случае у него все еще есть цель сделать востребованный продукт для больших масс, который будет продаваться. А в нашем случае такой подребности нет. Неважно, сколько игра продастся. Это просто инструмент, с помощью которого будут проталкиваться в массы нужные идеи. Как я и сказал ранее, инициатива поддерживать российский геймдев неплоха сама по себе. Проблема в ее актуальном исполнении. А именно, для каких целей ее собираются поддерживать. И цель сейчас вовсе не в том, чтобы кто-то сделал классную игру, чтобы она классно продавалась. Нет. Это приводит и к тому, что нет натромности привлекать сторонних экспертов, разбирающихся в теме, чтобы отсеивать плохие проекты. Посмотрите на наблюдательный совет и конкурсный комитет. Тут нет ни одного человека, который был бы хоть как-то связан с геймдевом. Как люди, которые никак не связаны с разработкой игр, могут... Ну это по факту, кстати. ...право определить, какую студию стоит поддерживать, а какую нет. Какой проект перспективный, а какой смута. Вы все спрашиваете, почему... Ну типа им, наверное, плевать, какая игра будет. Им главное, чтобы там были патриотические ценности, вот это вот все. Поэтому там продюсеры, сценаристы сидели, типа... Самое забавное в этой истории то, что дед настолько насильник. Умудрился найти квартиру с подвалом в дефолтной Москве. Да, а в съемной хате подвала быть не может. Ну бля, есть какой-то подвал, он обычно закрыт, типа на решетку. Давай, расскажи прямо в эфире, как ты меня совращал и клялся, что будешь со мной нишиться под пледом, когда выйдет 4 реабилд Евы. Чего, блядь? Чел, что с тобой не так? ...в политизированном конкурсе и делать заказную игру-агитку, я сомневаюсь. Поэтому остаются лишь такие оборванцы, как Сайберия Лимитед. А далее в игру вступает некомпетентность конкурсного комитета. Он смотрит на портфолио студии, количество людей в штате, офис в жилом доме, потом переводит взгляд на наполеоновские амбиции и... Не видит в этом абсолютно ничегошеньки сомнительного. И все будет продолжаться в таком же темпе до той поры, пока у комитета развития интернета пункт «Развивать интернет» будет максимум 30 на списке дел. Бля, Харухи. Короче, я понимаю, что я смотрю твой видос, и ты типа хочешь внимания там прочего, но чел, 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 ты? Ты тогда, я помню, как подпёздывал АЗ, какой ты был супер-мега-мерзкий по отношению ко мне, как, видимо, тебе не хватило моего внимания, поэтому ты решил завоевать его другим способом, чел. Делай свой контент, у тебя хорошо получается, хороший голос, видос, типа, интересно смотреть, ты там реально разобрался в ситуации. Мне, конечно, приятно, что ты кидаешь мне деньги, но пошёл нахуй, чел. ...на сегодня, до которого он всё равно не дойдёт и перенесёт на следующую неделю. Я вроде сказал всё, что хотел. Очень надеюсь, что мысли, которые я хотел донести до вас сегодня, смогли всё-таки дойти до адресата, и вы из этого всего вынесли какой-то ценный урок. Например, не верить всему, что пишут в новостях. Очень полезный скилл, знаете ли. Очень надеюсь, что вам видео понравилось, и вы смогли хотя бы интересно провести время, слушая очередной бред шизика. Я очень старался. Пишите в комментариях, что думаете обо всём этом. Также можете вступить в мой паблик ВКонтакте, там есть конфа, где вы можете общаться друг с другом, и со мной в том числе. Буду вас ждать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, приходите на стримы, подписывайтесь на телеграм, чесите зубы на ночь, слушайте маму, не ешьте много сладкого, и увидимся уже очень скоро. Покеда! Окей, окей. Накидали. О, я нашёл кое-что. Покажи переписку, где ты рассказывал, как будешь душить меня розовой косичкой из парика. Покажи, где ты просил меня называть папочкой. Обещал покормить соевым молочком и сделать голова глаза. Боже мой. Нет, сори, братан, сори. Нет, я только по мускулистым мужикам, а не по феминным фембоям. О, я нашёл кое-что. Включение с монтажа хайлайтов. Всем привет, не пугайтесь. Есть новости по смуте. Наташ, мы такую смуту навели. Никакого лимита, всё по новой. Наташ, мы уронили сайты с пабликами. Эх, старый добрый мем с котами. В сети появилось множество недостоверных сообщений о том, что разработчики из российской студии Siberia Limited отключили официальный сайт и закрыли доступ к группам в соцсетях вскоре после того, как получили деньги на создание игры с мута. Друзья, сообщаю вам, что причиной временного отключения официального сайта и паблика в соцсетях Siberia является ребрендинг студии. Этим же вызван и переход на новые домины, верстка материалов для них и так далее. Через месяц студия Siberia Nova и её паблика в ВКонтакте будут перезапущены в новом дизайне и в обновленном информации об игре с мута. Через месяц студия Siberia Nova и её паблика в ВКонтакте будут перезапущены в новом дизайне и с обновленной информацией об игре с мута. Наша команда в полном составе находится в России и активно работает над игрой с мута. Кстати, сообщаю, что нашему предыдущему названию уже 7 лет, и оно не в полной мере отражает реалии сегодняшнего дня. Само слово Limited подразумевает некоторые ограничения и лимиты. Поэтому мы с командой решили, что новое название наилучшим образом характеризует нашу студию из Новосибирска. Siberia Nova. Ещё мы готовим для вас сюрприз. Очень не терпится показать всем вам наши игровые наработки. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Генеральный директор студии Siberia Nova Алексей Копцев. Вот же смуту они навели-то, а? Ну на этом всё. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok